Ровные чистые клубни. Правда, в этом году не крупные. Буквально час назад они росли в поле, а сейчас перекочевали на склад. В сельхозпредприятии «Беркут» Городецкого района приступили к копке раннего картофеля. Его тут же сортируют и продают, что называется, с колёс. Хозяйство это небольшое. В помощниках у руководителя Владимира Калистова большая часть его семьи. У меня дочь работала в администрации. Сейчас пришла тоже с нами, работает. Сейчас внук, вот, в 12 лет ему пришёл, помогает. Работаем мы уже с 2001 года. Нравится работа. Ну, конечно, не каждый год получается всё нормально, но как-то получается, стараемся. Ну вот лопатой-то целый день помашешь, как потом-то? Нормально. Нормально. Руки не болят, спина не отваливается? Ну, всякое бывает, но, в принципе, нормально. Зато я себя чувствую хорошо. Тем временем самосвал, освободившись от ценного груза, отправляется в поле за очередной партией картофеля. В жаркую пору уборочной здесь каждый, как говорится, и швец, и жнец. К примеру, механику пришлось сесть за баранку грузовика. И пока не приступили к массовой копке, он один успевает за картофелеуборочным комбайном. Управляет им Владимир Ермаков. Механизатор признаётся, несмотря на то, что работа тяжёлая, от зари до зари, и пыльно, и душно, но любимая. Ну, хотел я раньше быть трактористом. Мечта была. И сколько лет, скажешь? Ну, уже давно. Ну, лет 20 точно уже есть. Работаете? Да. И всё в одном хозяйстве? Нет. Нет? А почему? Ну, сначала в колхозе там у себя работал. Потом там колхоз развалился, пришлось к Николаевичу прийти. Зарплату не обижаю, зарплату вовремя. И зарплата хорошая. А вот урожайностью в этом году не похвастаешься. Коломбо – суперранний сорт картофеля. Если в прошлом году в это же время каждый гектар щедро отдавал селянам по 350, а то и по 400 центнеров второго хлеба, то в этом году в лучшем случае – 150. Сухо. Дождей не было здесь практически. Вообще в градце дожди всё равно были. А у нас здесь совсем дождей практически не было, потому что уже вон и ботва вся появляла. И всё же небогатый урожай унывать не повод. У руководителя сельхозпредприятия «Беркут» Владимира Калистова большой опыт картофелеводства. Говорит, начинал с пяти гектаров, на которых картошку сажал вручную. За четверть века увеличил посевные площади больше, чем в 20 раз. Приобрёл технику. Но, несмотря на все вложения и старания, урожай год на год не приходится. По-разному бывает. Бывает, как в прошлом году, удачные годы. Бывает такое, что придётся брать один кредит, второй кредит, потом несколько лет расплачиваться. Но заниматься земледелием, видать, судьба такая у нас. Я сам села, работал на селе, закончил сельхозинститут. Земля – это всё. Земля – это, как говорится, жизнь моя. Ранний картофель – это первая ласточка в уборке урожая. Основной этап ещё впереди. К массовой копке второго хлеба в Беркуте, как и во всём Городецком районе, планируют приступить в начале сентября. Но уже сейчас понятно, что ждать богатого урожая в этом году не приходится. Татьяна Конегина, Евгений Прокофьев. Городец. ТВ. Специально для «Время новостей». ТВ. Специально для «Время новостей»